Здравствуйте! В эфире Арт Проспект, проект о культуре и людях, которые ее создают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это кукольное помешательство. Выставка под таким названием уже несколько лет работает в первый месяц года в Воронеже. Собирает она десятки мастеров со всей России и ближнего зарубежья. Глядя на эти работы, трудно сказать, что это простые игрушки. Нет, это произведение искусства. За каждой куклой свой человек, мастер, художник и, конечно, история. Игрушки сопровождают человека тысячи лет, кукла в том числе. Она прогрессировала, развивалась. В 19-м столетии в Российской империи и в Европе работали целые артели по их производству. Например, в нашей стране фарфоровых красавиц изготавливали на императорском заводе фабрики Журавлева и Кочешкова. Таких кукол берегли и передавали из поколения в поколение. Их одевали в роскошные ткани. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раньше не так, как у нас сейчас вот куклу дали, и они с ними играют. Там таскают из зала, раздевали, бродили, бросили и ушли. Там разрешали только по праздникам или только по воскресеньям. Открывали, они стояли под стеклом. У них были специальные кукольные комнаты, где находились все игрушки. Вот, им разрешали с ними поиграть. Какие-то, конечно, были попроще, которые не страшно, что они пострадают. А вот именно фарфоровые красавицы, они были под стеклом. Еще были такие куклы кабинетного размера. Это имелось в виду, что их можно поставить в шкаф на полку. Николай Павлов знает о куклах все. Это детское увлечение привело к делу всей жизни. В школу один раз я принес куклу планшетную. У нее были подвижные, в общем, ей можно управлять, обезьянку. Там вся школа стояла на ушах, все бегали смотреть, и учителя, и директор. Что такое, чуть уроки не сорвали. А потом как-то все забылось. И вот уже будучи в статусе главного художника крупного полиграфического агентства, у меня был заказ на рекламу по работе. А мне было исходных фотографий. И я стал искать эти фотографии для детского магазина. И мне попадается фотография авторской куклы. По первому образованию Николай – преподаватель изобразительного искусства и черчения. По второму – дизайнер компьютерной графики. Восемь лет он работал в рекламно-каллиграфическом агентстве главным художником. Именно во время работы ему на глаза попался буклет с авторской куклой. Николай Павлов вспомнил увлечение детства и создал свою красавицу. Ее сразу же выставили в галереи. Так начался путь в мир кукол. Николай Павлов не просто создает кукол, в том числе копии красавиц прошлого, но и коллекционирует их. Дело это непростое. Например, после революции в России осталось совсем мало фарфоровых кукол. А ведь до 1917 года даже крупный промышленник Савва Мамонтов занимался их изготовлением. Именно на его фабриках выпустили известную коллекцию кукол в этнических костюмах российских губерний. Это наше наследие. На выставку зашла женщина и ходила, восхищалась. Потом почему-то стало грустно. Я подхожу, говорю, вас что-то расстроило. Она говорит, мои дети не ценят. Не ценят. Они все ломают, все выбрасывают. Я говорю, так вот эти, казалось бы, игрушки, просторечие, и помогают вам воспитывать ценности отношения детей к вещам, к быту, к своим будущим детям. Что это не просто игрушка, которая штамповка производственная или сделана это на коленке. Люди учились годами этому. Наследие сохраняет и другой художник Иван Грозный. Это не псевдоним, а настоящее имя не Грозного, а доброго и талантливого молодого человека. Иван работает с мягкими игрушками, с мишками Тедди. У этих плюшевых героев своя история появления на свет. По одной из версий, свое имя мишка Тедди получил благодаря 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Тедди – сокращенная форма имени Теодор. Во время охоты он отказался стрелять в посаженное специально на цепь животное. Пресса подхватила эту историю. Одна из газет попала в руки владельцу магазинчика в Бруклине – Морису Мичтаму. Изображенный на карикатуре медвежонок так понравился его жене Роуз, что она шила похожего плюшевого медведя и выставила его на продажу. По другой версии, мишка Тедди появился в Германии благодаря девочке Маргарет Штаев. Она в детстве переболела страшной болезнью и стала инвалидом. Она не могла передвигаться, у нее не работали ноги, она сидела в коляске. Но Маргарет очень любила заниматься творчеством. Она делала игольницы и какие-то различные вещи. И когда Маргарет со своими родственниками пришла в цирк, то она была под впечатлением, когда медведь встал на задние лапы, то есть во весь рост. И вот ее это очень-очень сильно впечатлило. И Маргарет подумала, почему бы не сделать медведя именно в такой полный рост. К мишкам Тедди Иван пришел не сразу, а через мастер-классы захотелось творить. Выбор пал на кукол, но скоро молодой человек понял, у него особый, высланный плюшем путь. Многие, кто видит такого медведя, говорят, как похож на автора. И в этом есть доля правды. У каждого автора у него свой почерк. Допустим, у кого-то можно узнать по пропорциям, кого-то можно узнать по посадке глаз, кого-то можно узнать по тонировке. У кого-то, то есть сейчас еще очень модно стало медведя одевать в одежду, кого-то узнают по одежде. То есть у каждого автора есть, скажем так, такая своя фишечка, по которой его узнают. Задача Ивана – продолжать традиции изготовления мишек Тедди. А традиции у этой игрушки и ее плюшевых собратьев богатые. Простеньких зверюшек, мишек, зайчиков, белок, набитых опилками, шили и в России, до революции, в Ходьково. Монахини местного Покровского девичьего монастыря и продавали сами по окрестным деревням и на ярмарке в Сергиевом посаде. Да, века назад и деревянные игрушки были для ребят за счастье, а сегодня деревянный конь – скорее украшение, чем простая забава. Руслан Никулин начинал как резчик по дереву. Позже понял – хочет работать с объемной формой и выбрал деревянную игрушку. Начиная с Древнего Египта и на протяжении всего человечества присутствовало дерево именно в игрушках. И не только как игры для детей, развлечения, но они также использовались и в театре. В России деревянные игрушки делали еще в XVIII-XIX веках и в Архангельской, и в Вологодской губерниях. Другой исторический регион производства таких забав находился в Нижегородской губернии. Ну а третий, наиболее известный центр производства традиционной русской деревянной игрушки – это район Сергиева посада, сам город и деревня Богородская. Обязательные персонажи местных мастеров – трудолюбивый мужик и его могучий конь. Ну и, конечно, самый главный персонаж русского фольклора – добрый, косолапый медведь. Руслан Никулин придерживается традиций, но и идет вперед, за полетом своей фантазии. Дерево – это такой же материал, как папье-маше, глина, фарфор. Тоже нужно просто наработать какой-то опыт, и потом получится. Ими можно играть, и можно поставить. Это смотря, кто покупает. Если дети, то да, многие дети вот прям просят елочные игрушки. Наверняка они с ними играют, а на елку не вешают. Взрослые берут эту игрушку и вешают на елку, а потом еще и собирают их. Авторские куклы – настоящее искусство. Двух точь-в-точь похожих не бывает. Они тоже результат вдохновения. Художник Евгения Вельченко, как и миллионы девочек, в детстве играла в куклы. Увлечение переросло в профессию. Создать куклу – это нужно быть и парикмахером, и модельером, и скульптором. Очень много профессий одновременно. Сказать, что я опиралась на кого-то определенного, я не могу, потому что вдохновение для меня – это, скорее всего, обычные люди. Потому что каждый человек прекрасен, и в своих работах, когда ты создаешь куклу, ты воплощаешь черты многих людей. И как бы насмотренность помогает создавать что-то новое. Но технике для создания куклы мало, нужна фантазия. Куклы приходят к своим авторам из далеких, выдуманных миров. Например, эти красавицы из мира Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Очень часто вдохновением служит работа известных писателей, художников. Сейчас у меня такой период, я начинаю работать над куклой, есть определенный замысел, но в процессе рождается всегда непредсказуемый, результат непредсказуемый. Поэтому сейчас у меня период Алисы, наверное, я вдохновилась Льюисом Кэрроллом. Моя предыдущая кукла была Алиса, и сейчас кукла, которая уехала на выставку в Москву, и она не вернулась, нашла новый дом, тоже оказалась Алисой, хотя рождалась другой куклой. Удивительно, но большинство посетителей, которые приходят на выставку, они говорят, что мои куклы похожи на меня. Хотя мне это странно, может быть, подсознательно человек, художник, когда лепит, он что повторяет? Он повторяет то, что каждый день видит, это свое лицо в зеркале. Может быть, какие-то мимические выражения он повторяет своими руками непроизвольно, создавая свою работу. Как и у любых других произведений искусства, у кукол тоже есть свои поклонники и коллекционеры. Инна Заруцкая, например, коллекционер во втором поколении. Девушка увлекается современными куклами, но и от копиаритетных фарфоровых красавиц не откажется. Душа стремится к прекрасному. Мне кажется, когда человек выбирает себе куклу в коллекцию, это вот эти вещи в последнюю очередь на это смотрят. То есть это как любовь с первого взгляда, ну, как между людьми там, с домашним питомцем и так далее. То есть здесь любовь с первого взгляда. Вот увидишь, кукла может быть внешне там, как эта страшненькая неказида для кого-то. Но для тебя вот она самая лучшая, потому что она, если вы с ней нашли общий язык, вот она сказала, возьми меня на ручки, да, и вот ты с ней уходишь. Вот. Вкусы совершенно разные. Эти произведения, конечно, несут красоту, поражают своей эстетикой. Но у них есть еще одна сверхзадача. И игрушка, она была таким воспитателем, то есть ребенок за ней ухаживал, ребенок ее любил, лелеял. И этим самым в ребенке закладывалось и в дальнейшем его отношение к жизни. Все мы вырастаем, у каждого появляется своя семья. И как раз-таки благодаря мишкам, куклам в ребенке воспитывались качества ухода, любви. Константин Паустовский сказал, что дело художника – дарить радость. Вот я полностью солидарна с этим. Многие авторы, философы говорят о том же, что искусство должно вдохновлять и впечатлять. Вот мои девушки – это только положительные эмоции, это всегда светлые образы, потому что нужно нести в этот мир добро. Они разные, но схожи в одном. История этих кукол, плюшевых мишек, возвращается на круги своя. Они все чаще занимают почетные места в домах. В них не играют, а ими любуются. В их случае красота не требует жертв, а требует созидания и добра. Это был «Арт-проспект» – проект о культуре и людях, которые ее создают. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok